Проработав много лет главой администрации села Красный Восток, однажды Игорь Хутов решил кардинально изменить свою жизнь, оставить работу чиновника и заняться своим делом. Сменив галстук на статус фермера, ничуть не жалеет, выращивает малину и радуется жизни. Вообще всегда любил заниматься нетрадиционными видами садоводства, учитывая, что яблок, груш и всего остального очень много, а в России очень мало фундука и потребность очень большая. Плюс есть свои особенности в фундуке, о том его хранении и так далее. Я занялся этим видом деятельности. Но учитывая, что именно фундук долго развивается, только на пятый-седьмой год наступает плодоношение, я думал, как же развивать хозяйство, которое давало бы некую прибыль, возможность содержать и сад, и получать доход. И оказалось, что наиболее быстрым, перспективно развивающимся видом в садоводстве является именно ягодное направление. Игорь Хутов остановился на малине и вкусно, и выгодно. Если раньше более 80% вкусной ягоды в Россию привозили из-за границы, то сейчас рынок свободен. Малину любят все, и взрослые, и дети. А потому ее выращивание в промышленных масштабах дело безусловно выгодное. Главное соблюдать несколько правил. Для начала сорт выбрать правильный. У малины их множество, только позднего созревания более 200. Но не все они подходят для промышленных ягодников. Для них чаще всего используют двухлетние и ремонтантные сорта. Сорт всем известной польской селекции называется Палана. Очень старый, но безотказный сорт, который работает в принадлежащем уходе, дает хороший урожай. Урожайность этого сорта, как заявляют специалисты, составляет около 10 тонн с гектара. Но, учитывая, что территорию мы, третью территорию, когда мы довели, вот мы посадили еще 50 соток где-то малины, это практически второй год. Поэтому оценить, что мы подошли к именно промышленности, к промышленному урожайности этого сорта, пока не могу я сказать. Потому что территория только развивается. А промышленная урожайность малины, она возникает только на третий год. Поэтому мы стремимся к той цифре, которая заявляется теми, кто этот сорт вывел. В интернете описание есть. Поэтому вот такая цифра. Все остальные цифры, это зависит непосредственно хозяйство. Кто как за этим ухаживает. Что-что, а уж это Игорь Фасанпевич умеет. Он понимал, выращивание сладкой ягоды – дело выгодное, но хлопотное. Знать нужно многое. Пришлось вспомнить студенческие времена и снова засесть за учебу. В начале дела, соответственно, знать никогда не получается всего. По крайней мере, это в какой-то теории. Не всегда теория совпадает с практикой, применительно к конкретному региону, почвенно-климатическим условиям. Поэтому, когда приобретал малину, естественно, я ознакомливался с этой культурой, с особенностями возделывания. Плюс те фермеры, которые мне реализовали, продали мне материал посадочный, соответственно, тоже была долгая содержательная беседа. По ширине междурядей, по поливу, по подкормкам и так далее. Чтобы вырастить богатый урожай, нужен собственный посадочный материал. На нем экономить нельзя. А потому наш герой отправился за ним, за третий вид земель, в крымский питомник. Я купил 3000 саженцев. За мной примерно находится около 40 соток земли, 0,4 гектара. И вот на этой площади мы посадили 3000 саженцев. Малина очень быстро укореняется, дает прикорневую поросль. И, в принципе, через год-два вы уже можете брать свой собственный материал посадочный из той плантации, которую посадили. Поэтому эта территория нам дала материал для посадки второй территории и потом третий. В настоящее время у нас около 1 гектара малины. Прошло несколько лет, и бывший чиновник превратился в ягодного аса. Много чего знает. Вода для полива у Игоря Хутова особенная, чистая, из родника. А знания по химии все равно нужны. Малина – ягода капризная. Если вода жесткая, пропадет. Малина любит, как и другие ягодные культуры, любит и почвы, и воду поливную со своей кислотностью, со своей щелочностью. В наших регионах она более щелочная вода. Поэтому иногда приходится подкисливать, добавляются определенные кислоты в воду для того, чтобы сделать паш необходимый нашей культуре. С севера и юга малинная плантация Хутова защищена горами. Поэтому здесь прекрасная опыляемость. Жестким химическим удобрением в хозяйстве Хутова не место. Добавки для роста и крупности ягод здесь не применяются. У меня некие всегда были опасения к использованию удобрений в этих посадках. Поэтому можно сказать, что я кроме органики ничем не пользуюсь. Поэтому то, что есть моя семья, то мы реализуем ее населению. А в этом году я стал использовать биопрепарат. Он настолько безопасный, что его просто можно пить. Я нашел людей, которые занимаются им. Я пробовал его на фундуке. Неплохие показатели, темпы роста, отсутствие каких-то кардинальных заболеваний, как в прошлые годы. Ну и посмотрел, что и на малине тоже работает. Соответственно, меняется микрофлора. Имеется свой иной бактериальный состав в почвах, в которой бактерии работают на увеличение плодородия. Плюс сельского хозяйства в горных районах заключается в том, что здесь гораздо меньше паразитов, чем в низине. Однако со временем вредителей становится все больше. Но Хутов знает, как с ними справиться. Если не обрабатывать, то развиваются бактериозы всевозможные. И в прошлом году такие проблемы у меня были. Было много дождей, мы не успели малину проредить. Соответственно, было сильное загущение. И появилась такая болезнь, называется дедимелла. Или басухая гниль. Соответственно, уже вот налитая ягодами масса, которая перед нами стоит, от хорошего ветра, просто ложится, падает, ломается. Смотрит, как ты теряешь урожай. Поэтому эти обработки нужно проводить. Опять-таки, либо это нужно использовать биопрепараты, но на более ранних стадиях и более интенсивно работать ими. Либо кто выбирает для себя использовать химические препараты от бактериальных заболеваний, но их нужно использовать с учетом особенностей. Потому что там есть время, которое должно пройти до сбора урожая. Поэтому для того, чтобы вы продавали, реализовывали и употребляли здоровую ягоду, нужно соблюдать определенные требования в использовании всех химических препаратов. Ряды саженцев лучше всего высаживать по оси север-юг. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы обеспечивать проветривание и достаточное количество света для кустов. Но, как заметил наш герой, у каждого региона свои особенности выращивания малины. Во-первых, у нас в земле мало азота, поэтому необходимо всегда сразу удобрить землю, и желательно перепревшим, будем говорить так, органикой. Перепревшей органикой. И ширина междуряди мне рекомендовалось сделать около двух метров, но посадив даже здесь в два с половиной метра междуряди, оказалось, что в последующем на других территориях, я уже в практике увидел, что территорию нужно, не территорию, а ширину междуряди делать больше. Я пришел к трём метрам, потому что все мы исходим из той техники, которую будем обрабатывать. Да, если у вас там одна сотка или две, можно и тяпочкой пройти, можно мотоблоком пройти, но когда у вас территории приближаются к гектару и более, вы используете технику. Поэтому какая техника пройдет в междуряде, какие агрегаты будут там работать, поэтому всё исходит оттуда. Малина очень быстро разорстается, и нужно проводить регулярное прореживание. А вот это уже делается вручную, так же, как и сбой урожая. Его просто невозможно механизировать. С этим проблем у фермера тоже нет. С каждым сезоном ягод на поле становится больше, как и клиентов. На работу к нам приходят, приходят жители нашего села. У нас есть уже давно работающий коллектив женщин, которые приходят, всем нравятся. И в принципе они поработают, ну, у них получают зарплату сдельную. То есть каждый получает от того количества, которое она собрала. Кстати, вы, дорогие зрители, тоже можете неплохо сэкономить собственный бюджет, если в августе приедет сын Малины в Красный Восток. Сладкие ягоды здесь настоящий экологически чистый продукт. Продукцию мы с вами реализовывали населению, наши жители с нашего села, с окрестных сел, с района, с города Черкеска. Многие приезжают, в принципе, и сюда приезжали. В прошлом году у нас была такая акция – самосбор. Люди приезжали с семьями, заходили в малинник, мы им давали лукошки. Вот они проводили весь день здесь. Здесь малину кушали, никто ограничений никаких на это не накладывает. Для себя собирали малину и на выходе взвешивали. В принципе, это практикуется и за рубежом сейчас. Не только в малинниках, но и в клубничных хозяйствах, и в ежевичных хозяйствах и так далее. Во всех ягодных направлениях. Малина, конечно же, у нас гораздо дешевле, чем на рынке. В прошлом году мы продавали ее и позапрошлом году по 200 рублей за килограмм. Соответственно, люди, которые приезжали сюда и собирали сами, получали ее гораздо дешевле. Мы оплачивали за сбор сумму людям, поэтому они хотят, если со сбором, то включается в стоимость и стоимость сбора, работы по сбору. Если они собирают сами, то минус стоимость затрат на сбор. Поэтому где-то по 130-140 рублей люди покупали малину здесь на месте. Заниматься сельским хозяйством выгодно, говорит Игорь Худов. Главное – подойти к этому профессиональному. Идея может быть хорошая, но если вы не будете отдавать всю душу, все свое умение, ожидаемого результата не получите. Попрощавшись с нами, глава хозяйства останется на своей плантации до самого утра. Обработка биопрепаратами проводится только ночью. Такая вот особенность. Трудно быть хозяином на земле. Но если хочешь чего-то добиться, приходится чем-то и жертвовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова